Волейбол 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 Продолжение следует... Очень сложно говорить, что 5-6 дней, в которых один день отводится на то, чтобы провести медобследование, один день на то, чтобы организацию переездов и так далее организовать, можно назвать периодом подготовки. Это скорее так. Такого еще не было, в принципе, чтобы команда с листа начинала играть. А вот Евгения Эстес, которая может попасть на 6-ю Олимпиаду, как Вы считаете, это приглашение в состав оправданное? И действительно ли она до олимпийского состава может дойти? Вы знаете, мне трудно судить о женском волейболе именно как эксперту, но я считаю, раз ее пригласили, и это единодушное мнение, и она по всем показателям в списке лучших игроков, то не стоит смотреть на его возраст. В принципе, нам не разу женщины доказывали, что у некоторых игроков женщин век в волейболе может быть намного длиннее, чем мужской. Могу здесь спросить по поводу того графика, который существует у нас в группе. То есть фактически сборной России предстоит каждый день играть против очень сильного соперника. С вашей точки зрения это как-то может повлиять? Конечно, можно этот вопрос обсудить. И то, что мы не имели достаточно времени подготовиться, и не сыграли достаточное количество контрольных матчей, и команда собралась сразу после окончания чемпионата, и то, что приходится играть, если рассчитывать на победу шесть игр подряд, шесть игровых дней подряд, и каждый раз сильным соперникам, все это трудности. Но эти все трудности, они относительно преодолимы. Почти все команды в таких условиях, я понимаю, что по жеребьевке, как она там была, случайной или не случайной, нам выдался именно такой график. И не думаю, что один выходной день мог бы что-то решить дополнительно в нашу пользу. Учитывая то, что в финале уставших игроков не бывает, потому что в финале всегда есть адреналина, есть какие-то дополнительные возможности. Основные матчи у нас, конечно, вот эти отборочные. Чтобы вчерашний матч не повлиял на нашу команду настолько негативно, что мы и до полуфинала не дойдем. Это самое главное. Когда перед командой стоит задача конкретно уже выиграть победительно, мелкие травмы, мелкие вещи, такие как усталость, они отходят на второй план в принципе. И эта вещь может решить исход борьбы при счете, не знаю, 20-20 в пятой партии, в последнем финальном матче, когда одна команда более уставшая. Но до этого, повторяю, еще надо очень сильно похватить и дойти туда. — Если говорить о девушках, наверняка у нас в следующей программе будет большая часть нашего разговора. Давайте немножко о том, что уже закончилось. Чемпионат страны, который прошел мужской по совершенно новой системе. Официальная позиция руководства федерации. Считаете ли вы, что все удалось, как хотелось, или какие-то задумки не реализовались? Вот это и формула с двумя группами, и приглашение иностранных клубов. — Получилось так, что эта формула, по которой разыгрывался чемпионат этого года, оказалась для нас единственной приемлемой. То есть мы были вынуждены эту формулу, так сказать, это новаторство применить из-за очень плотного графика международного календаря. Это Кубок мира, отборочные соревнования. Поэтому я считаю, что опыт очень положительный, что больше плюсов от проведения такого чемпионата, чем недостатков. Если коротко сказать, то большие плюсы в том, что мы сохранили полноценный плей-офф для команд Суперлиги. Это та часть соревнований, которая вызывает наибольший интерес. Плюс то, что мы ввели молодежную лигу, сохранили полноценный Кубок России, сыграли и матч звезд, и Суперкубок. То есть мы успели сделать все, и успели сделать это на очень высоком уровне, я имею в виду спортивно-волейбольный уровень составляющий, несмотря на такой короткий чемпионат. Есть политические плюсы участия международных команд в этой ситуации, которые, кстати говоря, картины не испортили. Об этом как раз подтверждает мои слова результат Харьковского локомотива, который попал в плей-офф, и там боролся до самого конца, на больше и меньше, только удалось нам и Краснодар выйти в борьбу за пятое место. Поэтому я считаю, что чемпионат России прошлого года больше положительного, чем отрицательного. Отрицательный, то есть к минусам отнес бы такую вещь, что не каждая команда сыграла с каждой, как мы привыкли видеть в любом классическом чемпионате страны. Но вот формуле прошлого года это удается исправить. Добавляются дополнительные 8 игр с чужой группой. То есть практически, учитывая все плюсы прошлого сезона, такую формулу хочется сохранить. И в принципе представители всех клубов были с нами в этом ненадушны, скажем так. Финал получился, на Ваш взгляд? Или это слишком коротко было всего? Три матча, где нет чемпионов? Ну, знаете, финал получился, наверное, логичным. Почему я так говорю? Потому что была борьба, был очень хороший волейбол, особенно в первой игре, когда Динамо имело реальные шансы повезти в серии 1-0. Значит, почему логично? Потому что Казань все-таки объективно на сегодняшний день по составу игроков и по той игре, которую демонстрируют, сильнее, чем московская Динамо. И динамовцы могли навязать борьбу и выиграть чемпионат, только если бы показали свою суперигру. Но с другой стороны, если мы посмотрим на динамовскую команду, мы видим 6 основных игроков и полное отсутствие скамейки практически 7 игроков. Поэтому их сезон, московскую Динамо, можно оценить как сверхположительный. Победа в Кубке ИКВ, где участвовали в этом году очень-очень серьезные команды. То, что они обыграли и серьезную команду Монса Брианца, итальянскую, и финал, который мы видели против польской команды, чемпиона Польши. Потому что эта команда завоевала золотые медали в чемпионате Польши. То есть, в принципе, я бы на финал дал бы такую психологическую оценку, что Казани очень хотелось выиграть, «Динамо» было уже довольна, а в отпуск хотели те и другие. Поэтому он получился достаточно логичным. Если бы первая игра удалась с «Динамовцем», удалось бы выиграть, он мог бы длиться по максимуму. Я предлагаю все-таки еще раз заострить внимание на будущем чемпионате России, именно мужском, вспомнить все-таки, каким образом будут выглядеть дивизионы в следующем сезоне, каким образом это раздвижение произошло. Здесь, Александр Михайлович, новый принцип был, да, вот принцип «Змейки». То есть, вы руководствовались результатами, что называется, предыдущего чемпионата, и таким образом команды расставляли. Знаете, у федерации директорат чемпионата в этом году не было определенной позиции, какой принцип деления команд надо применить. Поэтому мы опросили клубы, и в результате голосования оказалось равное количество голосов 8 на 8. И это все решил президентский голос, и президент федерации принял решение делиться по «Змейке». Но я хочу обратить ваше внимание, что, в принципе, это решение логичное, потому что деление «Восток-Запад», оно достаточно, не скажу, перекошено, но все-таки не очень сбалансировано. То есть, равноценный немножко. Да, очень длинный «Восток», от Грозного до... видели бы «Восток» от Грозного до Кемерово, и «Запад», который был бы от Нижнего Новгорода до Белгорода практически самая западная команда. Поэтому в этой ситуации деление по «Змейке» кажется более логичным. При том, что оба варианта, если на них посмотреть, «Запад-Восток» или «Группа А», «Группа Б» по «Змейке», совпадали 6 из 8 на 75%. Да, да, да. В этом случае, конечно, я поддерживаю, разделяя решение президента, именно разделить команды по «Змейке». Ну и главное, конечно, то, что будут матчи и с другой группой, да? Действительно, чемпионат получится полноценным, и мы увидим соперничество всех сильных команд, а не так, как вот «Зенит» с «Динамо», которые встретились только в финале. Наверное, про женщин еще все-таки несколько слов. У них формула достаточно давно не менялась, с одной стороны. С другой стороны, идет речь о том, что, может быть, не хватает игроков, и, опять же, возникает вопрос третьего легионера в заявке. И вот тут ваша позиция о женском чемпионате, возможных изменений. Хотелось бы ваше мнение услышать, вообще, вот такое итоговое по поводу прошедшего Чемпионата России. Женского? Да, конечно. Ну, формула, кстати говоря, менялась женского чемпионата, потому что в этом году, в прошедшем, формула чемпионата была немного иной. То есть, все команды по результатам регулярного сезона поделились на три четверки. То есть, грубо говоря, восьмому месту плей-оффа невозможно было даже теоретически выиграть золотые миналии. Ну, тоже в короче. В золотые миналии. Да, это формула, и мы видим, что это единственное возможное, что можно было применить, чтобы укоротить таким образом, потому что женщины начали играть первого мая. Вот, и им надо было закончить еще на 10-12 дней раньше, чем мужской чемпионат. И начать его не раньше, а чуть позже. Поэтому они были в очень стесненной ситуации, именно чемпионат сам. В принципе, я так думаю, что формула нынешнего чемпионата отвечала и раскладу сил в сезоне. То есть, ярко выделилась четверка, но может быть пятерка команд. Там, наверное, Краснодар или Омск попал в первую четверку. Было более-менее одинаковый расклад сил. Может, Динамо-Краснодар не повезло из-за большого количества травм и, прежде всего, связующих игроков. А так, в принципе, формула себя оправдала. То есть, все команды решали свои задачи, боролись в своих дивизионах на финальной стадии, я имею в виду. И, в принципе, вот волейбол в финале, хоть и нервный, но был высокого уровня. Когда играл Динамо Москва, Динамо Казань, это, наверное, не стало сюрпризом, что они будут, эти две команды, разыгрывать золотые медали. Борьба была. Динамовцам, московским не удалось, на мой взгляд, реализовать полностью все шансы. Может быть, от нервозности, от чего-то такого. Но если взять последнюю игру, то в каждой проигранной партии у Динамо Москва были все шансы и предпочтения, чтобы выиграть и довести сэп до победы. Следующий сезон будет каким? Уже есть схема на будущий год? Да, на будущий год схема обсуждалась. Это классическая схема чемпионата. Два круга и плей-офф. Длинный плей-офф, да? Потом с восьмерки. А что касается вот этой темы легионеров, которые периодически поднимают... Знаете, тема легионеров, она достаточно спорная. И тут не может быть однозначного мнения. Я понимаю, руководители клубов, со своей стороны, с точки зрения федерации, надо найти баланс между уровнем чемпионата, которому способствуют, конечно, повышение уровня чемпионата иностранные игроки, если они способствуют. И именно лимитом этих иностранных игроков, чтобы не забывать, что наши игроки должны бороться между собой в этих финалах. Вот как мы видели, Гамова и Гончарова играли в разных командах. Это очень приятно, потому что они именно боролись, они привыкали к этому накалу борьбы, когда каждая из наших лидеров сборной должна быть лидером своей команды. А никогда не играют в одной команде, и априори у них нет соперников. Это очень хорошо. Я думаю, что жесткий лимит иностранных игроков, он все равно стимулирует появление на площадке наших игроков. В любом случае. Я могу назвать много фамилий в мужском чемпионате, которые не появились бы, если бы у нас были готовые замеры иностранцев. Логику клубов я понимаю, потому что есть проверенный игрок среднего возраста, у которого ясно какой уровень, его легче приобрести, привести, поставить, и не смотреть, сможет ли, допустим, Щербинин в 19 лет или тот же Михайлов встать на площадку и быть основным игроком. Потому что Максим Михайлов сейчас лидер нашей сборной, этого никто не оспаривает. Но я вам напомню, что ему 25 лет, может даже еще не исполнилось, а он уже будет играть в вторую Олимпиаду как основной игрок сборной команды. Если бы у нас были бы Милькович и Родригес и, не знаю, как его фамилия, Мистер Икс в чемпионате, может быть, Михайлов не стал бы основным игроком сборной. Это позиция федерации. Поэтому здесь нужен баланс. И когда бесспорно все вакансии иностранных игроков в наших клубах будут заполнены самыми сливками, игроками самого высшего уровня, в этом случае можно подумать о том, чтобы лимит расширить. Ради участия клубов более полного в кубках дать им больше шансов играть в Еврокубке. Но и здесь оговорюсь. Допустим, если самое престижное соревнование Европы, Лигу чемпионов, Зенит Казань выиграл с одним иностранцем на площадке и с великим Приди на скамейке от начала и до конца. И никакого третьего иностранца им оказалось не было нужно. И нам Москва выиграла кубок ИКВ с двумя иностранцами против четырех или пяти иностранцев на стороне итальянцев и трех польских легионеров. Поэтому всегда есть вот эти оговорки. Я четко, бесспорно не вижу необходимости увеличивать, расширять этот лимит. Для меня вопрос так не стоит. Семен Ильич, такой вопрос. Победа, вот вы уже говорили об этом сегодня. Победа Зенита в Лиге чемпионов. Всегда, да, как бы, сила национального первенства определяется конкурентностью внутри. Вот. Выступлением на Евроарине. Для вас что вот эта вот победа была? То есть это действительно показатель того, что у нас чемпионат еще продвинулся, стал сильнее? Или это показатель того, что Зенит просто сейчас в великолепной форме, в великолепном составе находится? Как вы эту победу расставили? Вы знаете, да, и то и другое. Я был там на на арене и у меня действительно, может быть, впервые я так радовался победе нашего клуба, который, может быть, я не приложил усилий, а просто как болельщик, но я-то понимал, что на площадке у нас стоит Севажелес Евгений, про которого много спорного говорили, Бережко Юрий, на котором многие поставили крест. Значит, Михайлов Максимов, наш сборник, Адмачаев Алексей, который играл в Либера и принимал вот эти все убийственные подачи, наш сборник, и тренер нашей сборной Владимир Олегов, который вел игру. И он, эта команда, она обыгрывала чемпиона мира со всеми легионерами, я имею в виду итальянский Тренту, и польскую команду в их городе при поддержке 13 тысяч на трибунах. Коля Апаликов вот забыл упомянуть еще один из опорных игроков и клуба. Классный сезон провел. Поэтому вот от этой победы у меня впечатления были только положительные со всех точек зрения. И с той точки зрения, что наши игроки в очередной раз в этом году почувствовали вкус победы, потому что это тот вкус, к которому привыкаешь, от которого потом трудно отказаться. Вот, видите, ему уже не хочется быть вторым, а что бы то ни стало, хочется быть первым. Поэтому действительно очень положительные и большие эмоции я испытал при этой победе. Вообще получается сезон такой уникальный. Наша команда два подряд Еврохубка за один сезон не выиграли очень давно, еще там советских времен. И вот то, наверное, к чему стремились и там болельщики, наверное, вы как один из руководителей федерации, вот это случилось. Да, у нас целых две короны. Еще и Динамо выигрывает столь же важный трофей. Это такой показатель нашего вектора развития все-таки? Я надеюсь на это, потому что сезон 2011 года вообще оказался достаточно таким очень-очень приятным. Начнем с универсиады, с нашей молодежи, которая выиграла универсиаду в Пекине, это мужская сборная. Потом у нас была победа в мировой лиге. Провал на чемпионате Европы, четвертое место, которое может быть в других видах спорта является положительным результатом. Победа на Кубке мира и вот эти два Кубка Европы, конечно, это все дополняет такой очень успешный сезон. И я думаю, что хотелось бы верить, что это результат какой-то системы. Поэтому если в этой связи говорить об расширении лимита легионеров или об изменении формулы чемпионата, я бы не стал торопиться. Давайте дождемся Олимпиады, посмотрим и будем принимать решения. Вот эти фрагменты как раз победы Динамо в Кубке и КВН тоже очень красочные. Наверное, можно отметить, что и как в поиске в городе Лотс, где 13 тысяч собралось, здесь у нас в дружбе тоже был полный. То есть народ пошел на волейбол и это при том, что в этот день мы это неоднократно отмечали, в Москве играла футбольная Динамо и в плей-офф КХЛ играла хоккейная команда. Вот, наверное, тоже такой положительный итог. Вообще московский зритель хоть и избалованный, но на волейбол, если это игра за первое место, тем более в Европейском Кубке он придет на хороший волейбол. Татьябан тот же, который в финал чемпионата Россия, Зенит, Казань, Динамо, Москва, народ придет. Поэтому нам достаточно иметь побольше таких матчей, стыковых, уровень чемпионата высокий. Конечно, попробуем получить еще более полную поддержку телевидения, чтобы была популяризация, чтобы люди знали, куда идти, за кого болеть. Все-таки болельщик к этому привыкает. И, конечно, нашего болельщика надо радовать. Прежде чем вот так вот начнут аплодировать наш болельщик, ему надо доказать, что-то этого достоин очень сильно. Кстати, вот на этом собрании, которое не так давно было, все представители всех команд собирались, там, в частности, я так понимаю, что один из пунктов был как раз путь развития, взаимосвязи с телевидением, какие-то проекты рекламного характера. Вот об этом тоже, мне кажется, надо рассказать. Как будет в этом направлении федерация продвигаться, как будет, над чем работать? Вы знаете, у нас приняты все нормативные документы и положения, приложения о том, как мы должны развиваться. Просто мы старались все эти годы, последние 2-3 года делать упор на спортивные части чемпионата России. Вот очень радостно, что клубы сами подняли вот этот вопрос маркетинга, работать со зрителями, с телевидением и так далее. Потому что по нашим правилам, по положению о чемпионате России, каждый клуб должен уже производить телесигнал и поднимать его на спутник. Если клубы к этому готовы, и готовы, чтобы с них требовали, чтобы применили общие стандарты, чтобы в крайнем случае и штрафовали, если кто-то не выполняет правила игры, то, конечно, федерация будет только рада этому. Потому что понимая, что были кризисные годы, что есть какие-то проблемы, кроме того, чтобы привести 6 камер в зал и так далее, надо было решать каждый год насущные проблемы. Если настал момент делать продукты именно с точки зрения, а он уже настал, то мы будем все вместе над этим работать вместе с клубами. Мы планируем на следующий год произвести все матчи чемпионата России, по крайней мере, мужского, чтобы их в каком-то формате показать на любых каналах, скажем так, по крайней мере, ввести в систему, чтобы мы знали, что у нас каждый матч в определенном формате в чемпионате России есть в телевизионном записи, он не в записи, но минимум 5 камер, есть у нас там минимальные требования, которые мы разрабатывали с участием специалистов и телевизионных, привлекали ваших коллег-экспертов, поэтому со следующего года, чтобы матчи проходили на Тарафлексе, чтобы это было определенное количество зрителей, чтобы залы были лучшие в городе, по крайней мере, если уже не жестко лимитированное количество мест, то хотя бы, чтобы это был тот зал, который наилучший в городе, а не тот, который удобен, извиняюсь, администратору клуба, потому что ему легче доехать от дома или он там привык к определенным условиям. Поэтому постараемся в этом году сделать такой первый настоящий шаг, решительный, чтобы в следующем четырехлетии олимпийском уже выйти на новый уровень, скажем так, и маркетинга, и освещения чемпионата России. Вот это вот, Леш, извини, перебью, вот эта система, которая в финале от России использовалась, система видеоповторов. То есть мы видели, может быть, чуть более высокого уровня в Польше на финале Лиги чемпионов, но и было здорово, что у нас на финальных, полуфинальных матчах подобная техника использовалась. Как в этом направлении какое развитие будет? Мы не ставили себе задачу обогнать поляков или догнать их, потому что мы не базировались на телевизионной картинке, то есть мы полностью попытались быть в этом случае автономными самостоятельными. И, конечно, нам не достичь такого уровня телевизионного повтора, но он нам и не нужен. Мы базировались на правилах судейства ФИВБ, которые предусматривают возможность судейской конференции. Так называется, правильно, это вещь, типа судейского совещания в спорный момент. По требованию определяется уже регламентом и положением собственно вот этой процедуры, которую мы разработали. Пришлось приобрести оборудование не такое, как у поляков, но, собственно, пульт это у нас хороший, у нас там, может быть, камеры не дотягивают, которые позволяют нам подключать до восьми камер. В этом году мы контролировали только четыре линии, со следующего года разовьем это с точки зрения применения, то есть в обязательном порядке на все игры плей-офф и по желанию клуба на любом матче чемпионата России. То есть, если клуб желает, может заказать, взять себе в аренду или обучить своего специалиста, и эта процедура будет применена на матче или его домашнем, или его на выезде, зависит от того, то есть, что они хотят сделать. И постараемся подключить еще две камеры, наверное, на переход средней линии и касание сетки наиболее спорный момент. В перспективе до восьми камер это еще и то, что есть у нас заступ при атаке задней линии, трехметровая линия. То есть, это полностью может закрыть нашу необходимость. По результатам этого сезона очень положительные отзывы. Во-первых, и сама система работает хорошо с точки зрения техники. Минимальное время тратится на то, чтобы определить результат. Значит, психологической точки зрения это очень сильно остужает горячие головы. нет таких протестов и безоглядных криков там судью намыло и так далее. Все очень просто. Возьми, подними руку, посмотри. Игроки стали более объективными, тренеры стали более спокойными. Инспекторы, главный судья матча, кроме того, что они могут эти спорные моменты обсуждать, они могут посмотреть каждое решение арбитров. То есть, это еще позволяет и более объективно, то есть, не более объективно, а очень точно оценить работу конкретно каждого судья на матче, включая и флаговых. Это может повлиять на финальную оценку каждого судья по работе в матче. Это финальная оценка на его общий рейтинг, на его продвижение, в конечном итоге на заработок в том числе. Поэтому мобилизует всех и судей и так далее. Очень положительные результаты. Мы собираемся эту систему, конечно, продвигать и развивать ее применение. Возвращаясь все-таки к спортивной составляющей, отталкиваясь от этих результатов наших клубов, в которых сейчас мы будем сконцентрированы самое большое количество сборников. Чего мы ждем в целом от олимпийского сезона и ближайший план национальной команды? Знаем, что уже второй состав собрался на базе в Новогорске. Мужская сборная приступила к работе официально вчера. Сегодня день медицинского обследования. У нас получился очень хороший график подготовки к Олимпийским играм. Благодаря тому, что мы решили задачу отбора на Кубке мира, мужская сборная может спокойно работать, готовиться целенаправленно. То есть, нет никаких проблем ни с точки зрения слава Богу медицинских травм и так далее. Ни с какой другой стороны. Тем более, что в этом году подготовительное соревнование Мировая Лига имеет в регламенте возможность использования 25 игроков. То есть, практически можно послать, не знаю, 12 налево, 12 направо. Потому что, все-таки, Мировая Лига остается межконтинентальным соревнованием. И у нас в этом году два турнира. Один на Востоке в Японии, один в Доминиканской Республике. И для... И они идут подряд. И для одного состава игроков такие перелеты, ну... Тяжело будет. Ну, это убийственно. Потому что, если ты играешь пятницу, субботу, воскресенье, понедельник, вторник, ты в пути, в среду ты в пути в другую сторону, в четверг тебя опять просят опробовать новый зал, но уже... Смена поясов, но уже на другой стороне земли. И в пятницу, субботу себе не сыграть. Это очень-очень сложно. И ни о какой подготовке, конечно, тут целенаправленной речи быть не могло. А так у нас получилось, что игроки, те, которые закончили чемпионат чуть раньше, те, которые моложе, и назовем их резервный состав, они собрались вчера в Новогорске, они знают, что они поют на первый турнир в Японию, они свои три игры сыграют в мировой лиге, они знают, что у них есть возможность показать себя с наилучшей стороны, участвовать в любом случае в олимпийской подготовке сборной. После их возвращения, за это время, пока они будут готовиться, соберется основная группа игроков дополнительная, которая проведет втягивающий сбор. После возвращения команды из Японии 22 мая определятся уже 12-13 игроков основной группы, которые будут целенаправленно готовиться к Олимпиаде. Начнут они подготовку в Анапе. Этот сбор 22-дневный, то есть в начале июня, 10 июня команда опять будет в Москве, сыграет последний турнир отборочного межконтинентального тура мировой лиги у себя в Калининграде, потом в Сербии и если мы пойдем в финал в Болгарии. После финала в Болгарии есть время на то, чтобы передохнуть несколько дней, и еще трехнедельный сбор подготовки провести перед Лондоном. График хороший, а чего мы ждем в итоге? Теперь мы можем ставить задачу только золото? Вы знаете, мы могли бы, если бы график был плохой ставить, могли бы ставить задачу только золото, могли бы не ставить задачу только золото. Олимпиада, соревнования очень сложные с одной стороны, с другой стороны, но это соревнования не сложнее, чем со спортивной точки зрения, чем чемпионат Европы или чемпионат мира. Оно достаточно демократичное, Проблема для нашей сборной, мне кажется, будет в одном матче, как обычно, это четвертьфинал. Если мы четвертьфинальный матч пройдем и начнем играть за медали, то в принципе задача минимум наша – это медали. Задача, естественно, основная – это золотые медали. Такие задачи мы ставили перед сборной, такие задачи поставил Министерство спорта перед Федерацией, поэтому нечего тут скрывать. Мы будем стараться получить минимум любые медали, но основная задача – это золото. Александр Еременко, генеральный директор Всероссийской Федерации волейбола, был в гостях у программы «Шесть на шесть». Александр Михайлович, спасибо большое, что пришли к нам в гости. Алексей Мельников, Александр Аксенов, в концовке хочу рассказать, что теперь наша передача выкладывается на сайтах «Казанского Зенита» и «Казанского Динамо». Можете там следить за нашими эфирами. На этом у нас все. Счастливо. Увидимся ровно через неделю. Субтитры подогнал «Симон»